Куртку принесла подруга, штаны и сапоги – коллеги. На Динаре нет ни одной своей вещи. Все имущество семьи Тахтамысовых за одну сентябрьскую ночь превратилось в пепел. Ночью, когда мы спали, проснулась от того, что трудно было дышать. Выбежала на улицу, увидела, что горит левая сторона мансарды. Забежала опять в дом, разбудила детей, вывела, в чем спали, в том и вывела. Сгорело все – баня и мансарда, мебель и документы на дом, одежда и книги. Огонь не пощадил даже подаренный друзьями Коран и картину с молитвой на арабском, висевшую в детской. Мальчишки лишились школьной формы, учебников и всех игрушек. Иногда мамку купала, иногда сам копил. Иногда друзья одарили. На следующее утро Тахтамысовы стояли на пепелище в пижамах и тапочках. Если бы не доброта окружающих, не выжили бы. Соседи собрали одежду. Хозяйка палатки на рынке подарила мальчишкам куртки и обувь. А коллеги привезли динаре теплых вещей. Кто-то из одноклассников, скажи, помогал что-нибудь? Может быть, тетрадки какие-то давал, может быть, учебники? Да. Расскажи, вот кто помогал. Кучер Вова, он передал пакет одежды. Остальные передавали деньги, ручки, тетрадки. Все обрадовались. Чтобы выжили, чтобы спаслись. Пожар случился в конце сентября. Больше месяца динара с сыновьями жила в чудом уцелевшей летней кухне. Хлипкие стены, проводку, едва выдерживающую обогреватели и ледяные полы, еще можно было перетерпеть. Но потом вода в кране начала замерзать. И семье пришлось уйти на съемную квартиру. А это минус 8 тысяч из более чем скромного бюджета матери-одиночки. Первыми из общественников на помощь пришли представители Фонда развития казахской культуры и спорта «Дастар». Благодаря им Тахтамысовым начали помогать финансово, переводами по 100-200 рублей. Эти деньги динара откладывает. Планирует покупать каждый месяц хотя бы по сотне кирпичей, чтобы весной начать отстраивать домик заново. Динара очень старается не опускать руки, ведь от этого зависит не только ее судьба, но и судьба ее сыновей. Ей очень нужна ваша помощь, дорогие зрители. Деньгами и стройматериалами. Одна она не справится. Реквизиты для пожертвований вы найдете в описании под этим видео. А мы, в свою очередь, отчитаемся о сборах в сюжете на канале Нур-ТВ. Дорогие зрители, благодарим вас за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!